Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 8 октября и я хочу показать вам астры, которые я неоднократно выращивала и которые мне очень-очень нравятся. Они соответствуют расцветке заявленной на пакете. Не знаю, иногда приходится мне читать такие комментарии, в которых пишут, что от фирмы Биотехника идет галимый пересорт. Я с этим согласиться не могу, так как мне этот пересорт не попадает. Да, был у меня в томатах в этом году пересорт на сорте каком-то Дабл Хат, но в основном у меня всегда идет полное соответствие. И что касается цветов, неоднократно я уже говорила, то самые красивые цветы как раз получаются из семян от фирмы Биотехника. Это что петуния серия мамми, шикарнейшая петуния, невероятная просто. И в этом году так получилось, что я ее не посеяла, забыла ее посеять и очень пожалела. Действительно она очень хороша и не получилось мне показать вам ее. Ну а сейчас я покажу астры. Астры мы можем сеять под зиму и лучше даже сеять под зиму. Обязательно в конце ролика я расскажу как это делается. А сейчас я покажу какие астры у фирмы Биотехника очень красивы. Это серия Валькирия, игольчатые астры, шикарнейшие астры. Валькирия роз и Валькирия блю. Очень красивые астры. Чем мне нравятся еще цветы любые от фирмы Биотехника, семена все калиброванные. Ну просто загляденье, как с картиночки все эти семена. Схожесть всегда хорошая и очень устойчивые эти астры к заболеванию. И летом я по заболеваниям показывала свои астры. Несмотря на то, что у нас июль месяц был очень дождливый и вот конкретно где у нас сад находится, просто каждый день шли ливневые дожди. Я думала все астры у меня заболеют, потому что ну заливала прям вода, даже стояла, не впитывалась, не уходила в грунт. Но тем не менее астры у меня выстояли. Леди Коралл белая, невероятная красавица. Сейчас пойдет серия Леди Коралл. Леди Коралл желтая. Леди Коралл темно-синяя. Хочу обратить ваше внимание вот на этот цвет Шамуа. На картинке не очень она такая привлекательная, какая-то очень бледная. На самом деле это шикарнейшая расцветка астры, очень красивая, нежнейшая такая. Ну глаз не оторвать, она просто завораживает вот этот астр цвет Шамуа. Очень красивая астра. Вот всем рекомендую, кто любит нежные цвета. У меня в этом году, в основном сегодня, сегодня говорю, в этом году было посажено голубые, синие расцветки. Чаще всего я обычно такие расцветки не высаживаю, но в этом году настроение было, как я говорю, синего цвета. Поэтому у меня преобладали синие расцветки. Леди Коралл голубая, шикарнейшая астра была у меня тоже в этом году посажена, выращивалась. Леди Коралл бриллиантово-розовая, невероятная красавица. Кто любит астру седая дама, вот она чем-то напоминает эту астру, эту расцветку. Мерлин Гранат китайская астра. Шикарнейший цвет, очень насыщенный, красивый, яркий цвет. Хотя я не люблю красные цветы, но вот Мерлин Гранат очень эффектно смотрится астра. Мерлин нежно-розового цвета и Мерлин пурпурный. Вот такая вот серия тоже очень хорошая. Ну и в заключении я покажу серию Хризантелла, которую я выращивала в этом году впервые этим летом. И что хочу сказать, конечно, эта серия покорила меня навсегда. Невероятно красивые астры. Это Элвис астра. Здесь у меня не все, я здесь показываю, которые я в этом году выращивала. Розовый перламутр астра. Золотая осень. И сиреневый туман. Также есть еще фламинго на закате. Но у меня в интернет-магазине, вы можете посмотреть, там серия Хризантелла представлена вся. Она сейчас, в данный момент, есть у нас вся в наличии. Очень красивые астры, очень устойчивые к заболеваниям. Хорошо стоят в срезке. Ну, невероятные красавицы. И что хочу сказать по подзимнему посеву. Если мы решили вырастить астру и хотим посеять подзиму, то лучше ее посеять с осени в небольшие емкости, набрать грунта. Семечки по поверхности грунта распределяем. И емкость немного прикапываем в грунт, чтобы не перевернула ветром у нас эту емкость. Припорашиваем едва-едва только семена. Либо легким торфом, либо каким-то совсем легким покупным грунтом. То есть буквально 1-2 миллиметра, не больше грунта. Если вы хотя бы полсантиметра грунта насыпите, то ваши астры могут не взойти. И вот многие меня спрашивают, почему сразу нельзя поставить в теплицу. Потому что в теплице может быть еще осенью и оттепель. И, в общем-то, будет перепад постоянной температуры. То холодно, то тепло. И если грунт еще влажноватый, сыроватый, то семена могут набухнуть и просто замерзнуть. А когда мы их посеяли уже в открытом грунте сразу, прикопали. Ну, прикапываем где-то конец октября. Рано еще их прикапывать-то. Пока еще только готовимся. То, как правило, грунт уже сразу замерзает в ноябре месяце. И, в общем, до весны они астры так и остаются на улице. А весной, когда уже начинает прогреваться теплица, мы уже заносим эти астрочки. И вот они начинают очень-очень хорошо сходить. Или можно посеять их дома в феврале, в январе месяце, выставить на балкон, чтобы они замерзли. И затем, по мере возможности, как можем мы выехать в теплицу, вывезти, мы вывозим эти емкости в теплицу. И там они прекрасно прорастают, так как дома не хватает места нам на астры. Ну, вот сегодня хотела познакомить вас с астрами, которые мне очень нравятся. Это от фирмы Биотехника. И хотя говорят, что они дорогие, но я считаю, что 40, вот в хризантеле 40 семян, 40-70 семян, это, в общем-то, очень много. И можно взять просто напополам с кем-то и посеять на двоих, разделить и посеять. Ну, действительно, эти астры заслуживают внимания. Невероятные красавицы. Всем советую, кто любит такое растение, как астр, такой цветок, и желает вырастить именно красивую астру, попробуйте астры от фирмы Биотехника. И вот эта вот серия Валькирия, она не очень пользуется популярностью, игольчатая астра, но на самом деле это очень такая, я бы сказала, нежная астра. У нее настолько красивые лепестки, что она очень эффектно смотрится. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.